Ну что же, мы сейчас фактически находимся в центре города. Центр города по-нету немножко растяжимое. Ну, фактически оно находится, принято считать, центром города, предел Садового Кольца. Ну, немножко мы находимся чуть подальше, в стороне Садового Кольца. Ну, рядом с ним Садового Кольца проходит около метро Маяковска, а мы находимся между метро Маяковской и Белорусской, в районе Тверских и Львовских улиц, который был 4, 2 трюмка Тверских и Львовских. А рядом с ними, ну, собственно, параллельно Тверским и Львовским улицам, чуть подальше, проходит как раз этот улиц Александр Невский. И от нее отходит перевод. Собственно, начинается улица, улица Чаянова и заканчивается она на Весной. Ну, мы немножко нарушим порядок, пойдем наоборот, от Весной и до Чаянова. Или это в существе не имеет никакого значения. Проходит она в 2 местности Мюнсы, по бывшему Мюнскому полю, которое тут было в 19-м, в начале 20-го века. Были дробяные склады. И по этому полю, ну, то есть, естественно, это застройки тогда не было. Она потом только примерно в конце 19-го века, в начале 20-го стала появляться. Дома, ну, и затем уже строительство продолжило в советское время. В основном тут советская застройка, ну, и технично немного старое. Ну, не ранее 19-го века, в конце 19-го века. В Мюнское поле стало тихоньку застраиваться, появились проезды на нем. И пятым проездом пошел в порядку, наверное, пятый, только у нас вот эта улица. Раньше она называлась Пятый Юмский проезд. Ну, видно, было много, по полю проложили, того, как доставили, все-таки непонятно, что это было как-то заманным операциям, как удобно было, стали прокладывать в проезд. А вначале, почему Александр Невский сказал? Александр Невский, он же 13-летний, и вообще к нашему городу не имел никакого отношения в Москве. В принципе, сколько я знаю, в Москве его и не было. Пока имеют сведения о том, что он был в Москве, как и нет. Да, в принципе, Москва, если и была тогда, она была, да, но кто-то, она себя представляла. Ну, можно сказать, практически болото, округленные болота разные, речка Москва-река, там, да, и эти реки, и, так сказать, лесной мастики. Ну, то, что такое было. Ну, и какие-то там кончики на Боровицком холме, что-то там появлялось, какие-то первые постройки, там, в районе Китай-города, то есть, да, самые-самые такие опыты. Еще только-только, чтобы такая жизнь начиналась, тогда, да. То есть, фактически, только вверх прошел с момента основания Москвы, как говорят, Москва не сразу строилась, да, это действительно так, и понятно, что в то время о Москве как-то еще никто не слышал. Вот, тогда были другие города. Смеху, Смеху, Новгород, Владимир, Киев, вот, Великий Новгород, Нижний Новгород, вот эти города, они, конечно, вот, это вот такой городочек, сейчас совсем небольшой, сейчас провинциальный, Ярославской области, ну, в принципе, недалеко от Москвы, это Переславль-Заветский. Вот, ну, это сейчас, там, до него, два часа ездили на машине, да, не может, и меньше, на хороших столбах, а, там, в Ярославском шоссе, да, а тогда, то есть, целая история была, машинки не было, как добраться, это было огромное, и через леса, часто, шоссе, там, дороги, все легко, а тогда леса, непроходимые болота, рейки, как добраться, целая история была, очень тяжелая. Вот, постепенно сформировался по дороге, сейки, так далее. И вот в этом городишке, таком, ну, тогда, довольно известном, у Переславского князя местного, Ярослава Севлопа, и родился тогда, собственно, Александр, который, потом, стал Александром, нет. Советского времена был немедленно, о нем очень много было известно, благодаря его, в общем, правом, военным подвигом и, в принципе, демократическим, тем, что он был, таким, твердым управленцем, правителем, которого оценили у нас в стране, твердые, сильные, деспотичные планы, умевшие избирать власть людей. После этого, как он родился, в принципе, в Визе Анатарана остановились, чем 10-летний возраст, сейчас 12-летний возраст. Вот отец послал его править Новгородом, Новгород был тогда непохорный город, там люди расставали, бедным и богатым, там Чижаков тоже не любили, там вошла такая борьба между всякими официальными группами, да, и разными там, какими-то так, национальными там, и там каких-то городов пришел, там тоже Чижаков не любили, ну и так дальше. Поэтому не сладко ему там пришлось, и мы тебя несколько раз разгоняли из Новгорода, но потом опять приглашали, потому что надо было бороться с врагами, со шведами, с литоксами, с немецкими там, рыцарями, да. Вот, борьбистами Александр показал себя просто очень хорошо, победил их там, да, и помню победу на реке Илье, и руси реки Илье, да, вот эта цель, у них, донецкая группа, да, как говорят. Александру помогла помощь святых Бориса и Глеба, которые ели там в небе и сказали, что пойдут помогать соплеменнику, да, и Александру. Ну и потом, в какое-то время было обидно-мочевство в Озии, в 1942 году. Ледовое побоище, которое тоже обошло в летописи как была победа немецкими рыцарями. И, в общем-то, с другими тоже он боролся, с западными вот этими завывателями, да, при этом считается, что он тоже, ну, в общем-то, способ к тому, чтобы проглоборствовать не только, так сказать, физическому порабощению Руси, но и проглоборствовать влияние католичества, защищал православие, православный человек. Вот. Ну и, кроме того, он всячески усмирял татар, которые в это время при нем тоже нападали на Руси, и, может, очень много городов пограбили. Почти доспитан оборога, только вернули на Киев, полностью был разраблен, после чего столица Руси перешла во Владимир, и по 650 лет была Владимир столица Руси, да, где-то с 1243-го по 1389-й год, он как раз вот началось при нем. Вот. И, собственно, они постоянно видел тхану, всячески умиротворяя, задабривая, но при этом он, как известно, отклонялся солнцу огню языческим, но тогда они язычниками были, татаро-монгольские, примерно, а потом уже мусульмансы, а тогда это большие отличники были, процесс дипломизации только начинался, отказался, но хан все-таки все его мужество отметил, не стал его заставлять принуждать. Ну, в итоге какими-то своими частичными сумками, частичной какой-то дипломатией, ну да, это кто-то заплатил, понятно, но он очень добился того, чтобы хан играли в русские деньги, ну, по нему платили вот, ну, в принципе, как-то он, в общем-то, при нем не был бы полный обустошение Руси, хотя, конечно, обиды совершались, но во многом это было связано, например, не с бунтом степельных пирогов, допустим, например, у Брата Андрея взболтовался во Владимире, да, когда Арханг, допустим, напал, да, то есть была такая причина нападения. Ну, в целом, вот управление Александра Невского, ну, конечно, оценится очень положительно, хотя есть и критика управления, во-первых, заключающая в том, что он мог бы татар победить, и более решительно с ним действовать, но, так сказать, пытался всяческие задушить, вот, при этом одержав весь народ в поминовение, чтобы не было, так сказать, свободы в людей, вот, там, как бы, не допуская свободы разных городов, нам дали, держав поминовение, так сказать, говоря о том, что если, так сказать, не ясно, тогда, если не будете меня слушаться, то вот татары на вас нападут, ну, в общем, такая точка для них тоже присутствует, особенно у подсольменных историков, но в советское время, как бы, это, не было такого, вот, более традиционного, как бы, он все-таки посещал и веру, и людей, и так далее. Ну, в общем, это уже, как бы сказать, такой вопрос, философский, да, ну, историоцовский, тут нужно иметь несколько разных зрений, но в советское время больше никого не обожался, хотя, конечно, не как святой, а как именно защитник Руси, и как такой сильный правительный, который, который всегда обожали в нашей стране, вот, и был даже снят фильм, там, Сергей Заштейн, Александр Миневский, вот, и поэтому, вот почему название страны, вот, святой человек, в советское время не рассматривает, как именно святого, а именно, как прекрасного деятеля, сильного, как защитника Руси, от разных продуктов, западов, и сладков, вот, поэтому. святой, а святой, почему, потому что, да, не только православный, но потому что, фактически, спас Русь, от западной, католического агрессии, от западных, подсрочных, с помощью Божьей, постоянно, молитвы Богу, потому что, постоянно ходил в храм, вот, за счет этого, и Господь им помогал, да, за счет этого, были одержаны многие победы, потому что, всячески, занимался благотворительностью, жертвой, всячески, вот, и последний отдавал, да, тогда Бог, там был, запутся, и хлебом отдавал, и все, что было, питание, помогал, и деньги раздавал, в общем, вот это тоже. Ну и, конечно, вот, то, что, в общем, от гроба совершились многие чудовотворения, и многие исцеления произошли, которые он умер, да, и потом, когда, допустим, после его смерти, в 1363 году, его тело перенесли в Владимир, в Владимир, ну, в столице, вот, вот, и потом был пожар, вот, в соборе, в Владимирском, вот, собор сгорел, а его гроб, в гробнице не сгорело, вот, вот, и при Петре их перенесли, из Владимира, из Петербурга, который тогда стал уже столицей Российской империи, вот, и так они хранятся сейчас, в ночи, Александра Дневского, Александра Дневского, вот, вот, по свободности, вот, 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 был прославлен еще в 16-м веке, соборе, аптечки, 128-го года, в Москве, так вот, и на этой улице, стали строить, Александр Дневский собор, здесь Александра Дневского, это, еще хотели построить, в конце, 19-го века, но в итоге, начали строить, в начале 20-го, в итоге, собор, в конце, не построили, ни храма святили, но, полностью не построили, хотя почти уже построили, но, просто, от ягодской революции 17-го года, которая не позволила до конца его построить, в результате, в советское время его полностью разрушили, но непонятно, начали рушать еще в 40-е годы, потом полностью в 50-е годы, вот, это трудами, так его разрушили, и трудами теперь стоит памятник, в воде, советскому писанию, на минусской площади, но, как раз, вот, собор строили долго, денег не было, сначала хотели пожертвовать негражданам, потом, опять, в частности, стали строить, строили с 1911-го, непонятных денег, с 1913-го года, вот, опять, с 1913-го, а потом, что вот, сколько на этой улице стали строить храм, то, соответственно, в том, или назвали так, только до 1952-го года она назвалась Александру Невская, то есть, в принципе, Александру Невской, а в 1952-го уже вынес Александру Невской, как и сейчас, современно. вот, вот, а потом, ничего не осталось, ну, только название улицы, поэтому, вот, что касается улицы, да, то она, в основном, достроена, как я говорил, домами, естественно, дореволюционными, советскими, начинается, многие дома очистятся по соседним улицам, начинается площадь, ну, если так идти, дальше, от метро-белорусской, идет лесной улица, то, домами по лесной, там, сначала, офисное здание, современное, построено, здесь, семи-девятиэтажный дом, разве великий, ну, с лесной, дальше, потом, еще идет, уже, живой дом, тоже современный, но он, хоть и находится, у Александра Невского, по лесной улице, затем, здесь идет, бывший, роддом, априкосовый, и отходит, вторая неузкая улица, а дальше, самое интересное, это вот неузкая площадь, неузкая площадь, нет, там, сначала идет, причем, министерство экономического развития, экономического развития, вот, это, в советское время, но это сейчас экономическое развитие, там, несколько зданий, в разных степени этажских, там, от трех до, по-моему, двенадцать этажей, там, на заднем плане, там, высокого строения, а здесь, более, три, там, шесть этажей, вот такие вот, но они объединили, ограды, общем-то, и кирпичные, ЧЦС, которые были построены, это было министерство общего машиностроения, ну, одно, у него, ракетно-технические промышленности, а сейчас это министерство экономического развития, а потом, как раз, идет, вот, минуская площадь, так вот, проезжая часть этой деятельности, ну, не находится, скверс, памятника подвела, в 73-м году был построен, кстати, такое интересное, там, рядом герой его романа, он сам с книжкой стоит, а рядом, два героя гражданской войны, еще описанного романа, а, так сказать, его рядом, находятся еще, молодогвардейцы, которого он написал, все равно, я себе, комсомольцы, по обе стороны, комсомольцы, и с керой гражданской войны, они сейчас, и соседлят на головах, это, забавное, сделать, а сзади, находится, дворец детского творчества, вот, это, в свое время, там, в принципе, хотели на площадь, строить дом радио, одно время, там, когда храм разрушили, не узнали, что с этой площади, какие-либо, какие-либо дороги, с перьер, с фонтанами, там построили дом радио, в итоге построили дворец пионерка школьников, помнительского района, в 1960 году, вот, а потом преобразовался, сейчас, в дом, там, дом творчества, детей и малолю, вот, вот, такое большое здание, 60-го года, в отроке, с телескопом, небольшие мини-обсерватории, разные кружки, там, проводятся занятия, с детьми, вот, и, кстати, висит память на доска, что на этом месте, но недалеко, он стал сам, храм, Александра Невского, ну, дальше, что такое, Александр Невский перевод, не прямо, от этого, ну, в принципе, по линии одного из дальних не числится, в основном, дома, там, здесь находятся, пятиэтажные дома, там, один доходный дом, добычина, второй, живой дом, ну, добычина, это начало двадцатого века, а живой дом, конец, двадцатого, ну, там, двадцатого, там, там, пересекает, Александр Невский перевод, третью, вторую, вторую улицу, и заканчивается, на первую, ну, и разные там дома стоят, там, из-под ворога, стоят смело, а справа, там, где-то, там, вдруг, и Борис Мельцин, одно время, ну, и заканчивается, уже, восьми, девятиэтажные дома, по первой, первой, улицы. А урис Атрангетского идёт дальше, Мельницинского поля, дальше, там, находится, пятиэтажный дом, где сейчас находится управа, некоторых пилизм, еще тридцатые годы, там, сейчас управа Тверского района, Краснополис, ну, где-то, тут, и муниципалитет Тверского района, то есть, как бы, такая администрация Тверского района. Ну, туда уже въезда нет, потому что, там, дом стоит, там стоянка, машина, видимо, для управы, вот, и там, вот, и там, вот, вот, и там, вот, 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 и там, стоит, такой, двинный, такой, двинный дом, кирпичный, здесь вот, до седьмого года, постройки, вот, дом номер один, да, по-моему, там, он еще угловой, такой, с улицами, Кучьяна, вот этот, первый дом, Александра Невского, вот, еще, по Александру Невского, есть, 14 этаж, дом, в 57-м году, паспорт, только, в 16-м году, около Невской площади, числится, и еще один дом, есть, в 2008-м году, это, довольно-таки, новый дом, ну, его сразу, вот, остальные дома, угловые, другие домы, в общем, погулять по этой улице, интересно, особенно, вполне узкому скверу, самое, такое интересное место, буквально, поподнее, буквально, вот, это, конечно, интересно посмотреть, но, в остальном, это, интересно, представляет эту улицу, но, кроме что, разве память, вот, значит, его прогулок, я даю 8-м, и, это не таких, что имевые, что имели устроить, может быть, на улице, а вот, если не выразить, это не так, и это действительно,